Которому не хватило места на пьедестале почёта на Олимпийских играх. Слишком большая была конкуренция, слишком плотно располагались спортсмены один за другим. И не пустил его туда как раз Денис Тен. Как раз Тен, да. И тоже не из самой фигурно-катательной, скажем так, страны. Тоже первый такой испанский яркий фигурист, трёхкратный уже чемпион Европы. У него тоже был когда-то такой же прогресс резкий с 9-10 мест в тройку призёров. И потом уже на первое место на Европе. Я, конечно же, говорю сейчас в первую очередь о новоиспечённых чемпионах мира. 12-0. Фернандес. Четверной сальф. Шикарный выход. Легко, с хорошим выездом. Трановую страну это видно, что он настроен очень, спокоен. И с холодной головой катается он сегодня. Надо сохранить это до конца программу. И сегодня мастер, который очень хорошо умеет работать на публику. Зал его обожает. Это к вопросу как раз к тому, что вы спрашивали, можно ли этому научиться. Вот как раз Кавер Хранц, этот фигурист, который этому научился. Работая со многими специалистами в своё время, с Николаем Морозом, который делал ему интересные постановки. И до сих пор зрители помнят его «Пиратов Карибского моря» и эту дорожку пьяного матроса. Во второй половине это тоже будет оценено судьями. И потом все остальные программы, которые он уже делал с Брайаном Орсером, с его хореографом Дэвидом Вилсоном. И Курт Браунинг помогал ему, ставил ему показательный номер «Супер Хави». То есть очень много специалистов с ним работали. И вот Хави – это краснок, фигурист, который научился с ноля работать залом, зажигать это и чувствовать музыку. Результат на льду и в таблице. А его показательный продолжает публика требовать, хотя ему уже даже не второй сезон. Результат на льду и в таблице. Сегодня это Брау. Сегодня, конечно, Хавиер Фернадес большой молодец. И чем-то он недоволен. Чем-то недоволен, да. Может быть, где-то вращение не получилось. Потому что единственный его, скажем так, серьезный минус – это вращение. То есть Хави – небольшой мастер этих элементов. И всегда он с ними мучается, пытаясь набрать четвертый уровень. И продолжает над ними работать. Может быть, где-то не совсем получилось. Где-то какая-то позиция вращения. Может быть, он в связи с этим какой-то уровень, да, и потеряет. Да, и, конечно… Нет, ну, с Альхов просто выше всяких похвал. Ну, и аксель был тоже рабочий. Нельзя сказать, что там он был… Он был немножко низкий. То есть видно было, что немножко не дотолкнулся. Но это рабочий элемент. Но судьи оценят его в плюсовой зоне, потому что, в принципе, видимых проблем не было ни на выезде, ни в течение исполнения элемента. Поэтому… Да, он просто выглядел на фоне других прыжков, идеально выполненных. Он выглядел немножко из другой, скажем так, из другой программы. Но он был выполнен во второй половине, опять же… И это, может быть… И этот район аксель. Будет скрадывать некоторые недочеты в оценках. То есть если бы он прыгнул вначале почище, судя бы, поставили повыше. А тут добавка в эти 10… 10 процентов. Ну, и вторая половина. Ну, вряд ли бы, судя бы… Тут нет, в принципе, проблем особых… Он не показал там, ну да, дёрнулся конёк, но он остался на наружном ребре. То есть докрученный прыжок. Дальше, то есть он пошёл в шаг, то есть не переступал на ход вперёд. То есть, в принципе, это прыжок 0 плюс 1, спокойно можно встать. Потому что, опять же, повторюсь, каких-то серьёзных ошибок там нет. Это то, что нужно совсем сильно придираться. И потому что там… Ну, здесь придираться было практически… Не к чему. Ну, диаграмм, прокаты… Сейчас пошли спортсмены один за другим, которые имеют на своём счету многочисленные прокаты короткой за 90 и выше. Дорожка оценена у Хави третьим уровнем вращения. В правиломстве справился на четвёртый. Но, тем не менее, эта дорожка на хороший, дабы, плюс от себя на арбитрами. Так что всё в порядке с набором баллов у него и за технику, и, естественно, за компонент. Вот вам не поросёнок, а тигр. Тигр, да. Мне больше нравятся кошачьи. Хотя тоже пятачковые немножко. 92,74. Хавиер Фернандес явный… Уверенный лидер. Уверенный лидер. Это не season best, не довольный цель. И, конечно, хотел улучшить своё личное достижение. Д мерид. Увереный лидер. Продолжение следует...